Уральские медики поделились уникальным достижением, которое помогает пациентам с почечной недостаточностью. Эта разработка может продлить жизнь тысячам уральцев. Репортаж Юлии Асташовой. Сюда поступает диализат. Диализат движется по своей полости навстречу движению крови. Кровь здесь фильтрует словно воду. С одного конца поступает айшты из вены, с другого – из артерии. Через 4 часа пациент и вправду становится другим человеком. Химический состав крови меняется больше, чем наполовину. За счет двух процессов – диффузии и, соответственно, ультрафильтрации – происходит массообмен. То есть все продукты метаболизма, которые присутствуют в крови, они должны уйти в диализат. А, соответственно, то, что не должно уйти, оно уйти не должно. Без таких процедур, а их нужно принимать через день, жить людям с почечной недостаточностью оставалось бы не больше месяца. Искусственная почка удлиняет срок на десятилетия. Это сердце завода реакторов, в которых замешивается раствор для концентрата. Вот здесь находится хлорид, а вот здесь уже готовый раствор. Металлы в таких условиях подвержены коррозии, поэтому сами реакторы сделаны из титана. Ну и управление цехом ведется дистанционно. Качество полученной смеси проверяют соседние лаборатории. Выявить нужную долю уксуса помогает простейший эксперимент, знакомый любому семикласснику. Раствор с кислотой при добавлении индикатора становится ярко-розовым. Это концентрат, плюс индикатор, плюс внутрежь. Пока таких центров в области только два. Третий вот-вот готовится сдать в Тагиле. Медики надеются, что это разгрузит очереди больных. Ведь существующий диализный центр Тагила с трудом справляется с потоком пациентов. Дальнейшее развитие и прием пациентов практически прекратился. Там тот центр работает в 4-5 семей. Но и это как капля в море, говорят врачи. Ведь и в искусственных почках сейчас только по области нуждаются тысячи человек. А по мощности диализма центров хватает только на 800. Юлия Асташова, Геннадий Бахарев, Новости 41 канала.